Уже многие месяцы я брожу по этому сказочному лесу. Я наблюдал за его жизнью зимой, бродил по первым весенним проталинам и собирал леверду или черемшу. Это такие вкусные чесночные ростки. И вот сейчас, когда тепло напрочь прогнало зиму, я продолжаю исследовать его таинственной дегри. Мне интересен лес не только как природный объект со своими обитателями, но и как бережный хранитель минувшего прошлого. В апреле в здешних местах массово зацветает ряст и лес наполняется чутким ароматом сладкого нектара. Шагу сделать нельзя, чтобы не наступить на цветы. Повсюду поют птицы и гудят шмели райской благодати. Хочется лечь на пестрый ковер, устремить свой взор в безоблачное небо, забыть о войне и слушать разноголосые трели неугомонных птиц. Сегодня я забрался в самую глухую часть леса. Здешние горы изрезаны сплошными балками, оврагами и густо разветвленной сетью долин, поросших вековыми деревьями. Пройти через некоторые овраги и лощины порой невозможно, а не напрочь завалены стволами упавших деревьев. Именно ранней весной, когда на деревьях еще нет листвы, в лесу проще разглядеть следы, оставленные человеком в далеком прошлом. Под кронами этого леса скрываются древние стоянки первобытных людей, могильные курганы, старинное городище, окруженное земляными валами, запутанные лабиринты монашеских подземелий и следы прошлой войны. Все эти объекты достаточно легко идентифицировать, хотя досконально их еще никто не исследовал. Но то, что я встретил в этот раз, разгадать мне пока не удалось. Здесь, в лесу во время немецкой оккупации, прятались партизаны, которые нарыли землянки, блиндажи, окопы. Этот окоп, как и другие отголоски войны, немало интересен. Я ищу более старые объекты. Но тем не менее, все рукотворные творения я фотографирую и наношу на карту. Сделав очередную фиксацию окопа, меня смутила его форма и расположение, несвойственные военным оборонительным сооружениям. Окоп был вырыт в нарушении всех правил. Держать оборону в таком месте было бы нелогично. Я решаю пройтись вдоль окопа, который расходился в разные стороны и где он заканчивался, видно не было. Окоп простирался по склону, делая незначительные изгибы. Пройдя метров сто, у меня появились сомнения, что это нечто другое, нежели военный окоп. Это сооружение выглядело достаточно старым, хотя некоторые визуальные факторы говорили обратное. Наверняка бы за сотни лет дождевая вода размыла бы его и он бы зарос плотно растительностью. Но на всем протяжении рва следов водной эрозии видно не было, даже в тех местах, где траншея имела достаточно приличный уклон, достигавший 20 градусов. Каких-то особых закономерностей расположения окопов в плане не наблюдалось, за исключением нескольких странных конфигураций, осложнявших его рисунок. На некоторых участках появлялись структуры, похожие на островы башен, которые располагались через каждые 10-15 метров друг от друга. Изредка к окопу примыкали короткие ходы от 3 до 5 метров. Они заканчивались тупиковыми расширениями в виде ям. Это такой аппендицит. С каждым шагом загадок становилось все больше и больше. И чем дальше я пробирался, мои сомнения насчет партизанского окопа полностью развеялись. Тогда что это такое? Пройдя около 500 метров, траншея закончилась странным сооружением, вырытым в земли. Объект в плане имел условно прямоугольную форму с земляным островом посередине. Тыльная сторона прямоугольника представляла из себя огромную яму с двумя входами по углам. Глубина ямы около 3 метров. Допустим, что это жилье. Ну тогда зачем два входа? Да еще со ступенчатым изгибом в плане. Может ответ стоит поискать на другом конце рва? К моему удивлению, там было вырыто идентичное сооружение, но немного большее по размерам. Вот загадка. Время до темноты еще есть, и я решаю исследовать близлежащие окрестностей. Далеко идти не пришлось. В 50 метрах я натыкаюсь на другую траншею, но уже более грандиозную. Оказалось, что найденная мною первая траншея всего лишь маленькая локальная часть огромной сети ходов, которые расходились по склонам на километры. Похоже, что этот загадочный лабиринт является системой сообщений между сходными объектами разной величины. Я еще долго шел вдоль петляющей траншеи, к которой с разных сторон примыкали отпетления, и пытался понять назначение увиденного. Увлекшись разными версиями, я не заметил, как оказался у подножья горного кряжа. Траншея вывела меня к устью балки, на днище которой мой взор привлекли прямоугольные ямы, похожие на земляные жилища. Они были разного размера и располагались довольно компактно, но без системы. Всего я насчитал двенадцать углублей. Возможно, здесь когда-то были жилые постройки людей, рывших эти траншеи. Другого объяснения этим ямам я пока не нахожу. Солнышко клонилось к закату, и я возвращался домой, пытаясь найти хоть одно объяснение увиденного. Почему-то я вспомнил каменные рисунки в пустыне Наска, смысл которых можно разглядеть только с высоты. И действительно, ведь из-за леса я не могу увидеть общую картинку всех ходов. Так может быть, это послание было составлено внеземным цивилизациям? Вопросов много. И чтобы разгадать загадку земляных лабиринтов, я соберу команду специалистов, которые исследуют траншеи, восстановят прошлое и попробуют раскрыть одну из тайн старого леса. Вторая мировая война. Вопросы. 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 Продолжение следует...